Объясните смысл того, что в литургии многие молитвы читаются в алтаре и не слышны прихожанам. Спасибо за ваш вопрос. Очень хороший вопрос. Сегодня действительно среди народа Божия есть дискуссия относительно того, как же молитвы должны читаться вслух или тайно, как предписывает служебник. Если мы откроем богослужебную книгу для священнослужителей, которая называется «Служебник», то увидим, что многие молитвы, литургии положено читать тайно. Ну, не в смысле тайно, делая из этого какую-то таинственность, а просто про себя или шепотом. Историческая наука, историческая литургика приходит к выводу, что, конечно, так было не всегда. Тайнами молитвы стали, по всей видимости, в эпоху, когда люди стали причащаться очень редко. И поскольку люди полноценно не участвуют в Евхаристии, то духовенство посчитало не целесообразным, чтобы эти люди слышали эти молитвы, и, может быть, чтобы не возникало какого-то кощунства даже, например, в отношении этих особых важных молитв. Вместе с тем, если мы посмотрим в древность, то увидим, что культура чтения была такая, все читалось вслух, все тексты, любые книги, все читалось вслух, в том числе и молитвы. Однако уже во времена императора Юстиниана, по всей видимости, вошло в моду читать, вообще читать про себя книги. И духовенство, следуя этой моде, тоже начинает и молитвы, и литургии читать про себя. Император Юстиниан издает указ, согласно которому священнослужители не должны читать молитвы Евхаристии про себя, а должны читать их вслух и подвергают прещению таких нерадивых священников. Но это опять-таки связано с тем, что император Юстиниан против моды выступает, против следования моде. Он таким образом указывает, что в церкви нет места для моды, а необходимо быть в традиции. Если традиция предписывала чтение этих молитв вслух, то их надо читать вслух. Но времена меняются, и, как я уже сказал, появилась эпоха упадка причащения, люди перестали причащаться. И, по всей видимости, наверное, нет смысла читать молитвы Евхаристии вслух, нарочито вслух. Например, скажу о себе, что я все молитвы литургии читаю вслух, но не громко так, чтобы на весь храм было слышно, а просто вот в полголоса, если есть микрофон, то микрофон, чтобы, если хор, например, допел какое-то песнопение, не было паузы, молитва продолжалась. Но мне кажется, что если бы все люди, находящиеся в храме, причащались, то молитвы Евхаристии, конечно, было бы полезно слышать всем. Но когда часто так бывает, что в будние дни ты начинаешь литургию, и у тебя за спиной стоят одни люди, а когда ты заканчиваешь, стоят совершенно другие, то есть я понимаю, что во время богослужения происходит какое-то движение, приходят одни, уходят другие и так далее, и я понимаю, что причащаюсь только я и, может быть, один-два человека из народа, то было бы профанацией просто такие важные и сокровенные молитвы вот так просто вслух читать, а людям это не нужно. Вот здесь, опять-таки, мне кажется, для каждой общины есть определенная своя традиция, своя практика, которую она следует. Я знаю, есть в Москве, например, общины, где читают молитвы Евхаристии вслух, но я знаю, что и там большинство прихожан причащаются. Я знаю, что есть приходы, где все-таки эти молитвы читаются про себя, но и там, и там есть на это свои причины, основания. Здесь не может быть какой-то полной унификации, что должно быть так и никак иначе.